Утром дождя нету, пытаемся выезжать на свитязь, такая картина, струмок, шумы тика так, но гарно, пока дождя нету, гарно. Тяжело, но прикольно. Дождик пока моросит просто, даже приятно. Тяжело. Проехал 44-й, пронесся мимо меня. Вот такие вот пейзажи. Но тяжело, и дождь идет. Три шаг достиг своего максимального, своего апогея. Валит дождь, плюс 12, весь мокрый. Не знаю. Еду на все бабки, просто, чтобы не замерзнуть. Кручу на максимум. Скушал гель, надеюсь, поможет. Еще 10 километров примерно до озера. А потом еще назад. Ну, короче, ладно. Ну, вот я и на озере Синевир. Нереально тяжело. Дождь вроде бы прекратился. А он все мокрый. Не знаю, раздеваться не буду, наверное, кушу на спуске. Что сказать? Красиво. Остановился. Скушать хоть до выпить кофе. 37 километров. Кушать хочется. Дождь пока прекратился. Но не снимают дождевик больше. Задувают на спусках. Второй раз за сегодня на перевале Синевирском. Вот такие прекрасные пейзажи открываются. Дождь то прекращается, то опять начинается. Снял дождевик, потому что душно было ехать вверх. Дождь начался. Уже не одевал. Сейчас на спуск. Не знаю. Одевать, не одевать. Пока не буду, лень. Будет задувать. Одену. Ну пейзаж, конечно, впечатляющий. Снова я в Межигорье. Сделал круг. Заняло это. Три с половиной часа. Сейчас скушаю тарелку борща и вперед за орденами. Такой у меня завтрак или обед, непонятно. Сейчас уже. Без десяти одиннадцать. Наверное, обед. Чуток развыднелось. И потеплело. Сейчас шестнадцать градусов. Поприятнее, конечно, чем двенадцать и ливень. До финиша. Двести километров. Не знаю, буду ехать на пульсе 130. Впереди подъем 15 километров. Подъем 15 километров. Конечно. Ну, а дальше там по мелочи. В принципе, заехать на этот перевал не будет видно. Я надеюсь, что будет потом много спусков. Хотя непонятно. Ладно, едем. Будет видно. К вечеру буду определяться. С ночевкой или финишированием. Только спрятал камеру. Опять красота. Горы. В облаках. Речка течет. Супер. Воздух свежий. И на голову не капает. Что еще надо? 15-ти километровый подъем. Опять капает дождик. Надеюсь, за перевалом дождя не будет. Не очень приятно. Речки какие вообще. Мутные. Понятно, что дороги размывают. Ладно, пологий подъем это хорошо. Не замерзнешь. Лютый обхил. Вопросов нет. Осталось 4 километра и 256 метров. Всем велосипедистам советую попробовать. 15 километров 600 метров набора. Должно понравиться. Виды прекрасные. Не жарко. Снял дождевик, потому что душно. А дождь вроде бы не капает. Пока. Там сзади, смотрю, хорошо. В облаках все. А у меня впереди чистое небо. Более-менее. Ну, ладно. Снял дождевик. Поехал. Забавно, что псы тут вообще не реагируют на велосипедиста. Ноль эмоций. у нас там бросаются. А тут... Кстати, забыл сказать, будете пробовать 15-километровые подъемы, ну, уж не забудьте палатку взять. Я не знаю. Коврик. Вещи все. Ну, как бы, чтобы эффект лучше ощущался. А то, конечно, приедут на машине под подъем. Сели. Рекордов в стране. ПЭС. Ноль эмоций. ГРЛПЭС. Вот молодцы. Забавно, что идеальная дорога. Никого нет. Если бы тут еще было разбитое, не знаю. Осталось 27 метров набора по Гермину. Будем надеяться, что не обманывает. Но, в любом случае, уже гораздо больше половины. Туронийский перевал. 941 метр. То есть еще и черга. Зараз буду ехать, что-то тут пыняют. Думаю, что ремонт дороги. Очередной перевал. Ну, тут не так жестко. Под 2 километра и 150 набора. Следующий подъем через 108 километров. Это радует. Потому, что так надоели уже. Наелся. А обогнал еще хлопчика. Он 49-й был на третьем катаре. Ночевал на Синевире. Под дождем там. Вот такие у нас виды. Скоро перевалю через горы окончательно. Это был вышкивейцкий порывал. все. До 100 километров никаких подъемов Армин не рисует. Погнал. Опять что-то капает. Может это облака просто. Спустился с перевала. Такая вот дорога ждет меня. Сыро. Капец вон что сзади там творится. Вроде как и не дождь мрячка что-ли. Интересно сколько вот этой дороги у меня впереди. Сейчас узнаем. 112 километров сегодня решил остановиться заснять это буйство природы. Конечно поток такой нереальный. Водопад прямо. хоть потеплело градусов 15 уже не так холодно. Остановился набрать воды бесплатной. Вот такая тут красота. Интересно ее пить можно? Не наверное не будет. Это на дождевую больше похоже. 142 до финиша покушал навоги. Что-то силы закончились. А дорожка вот вот такая у нас замечательная. О блин. Ну стим решил под конец добавить красок. Маршрут. Моршин. Силы покидают. Кушаю чернику. Знаю еще больше 100 километров. Хотел останавливаться в струю в гостинице. Что-то мне не понравилось поэтому плюнул и решил ехать дальше. 180 километров до финиша 90. Мне вот интересно. стим ездил по этим нетрем. 63 километра до финиша. 209 сегодня уже. Темнеет на трассу успеть дать ему. Потому что тут ездить не очень прикольно по такой дороге. Вот и закрытые ворота. Какая-то заброшка. Песец. 61 километр до финиша. 48 километров до финиша. Картина вот такая вот замечательная. Наверное ничего не видно. Короче село к село. Там село где-то где-то там горит. И такая дорога замечательная. Грунтовка раскисшая. Сейчас присвечу иду потихоньку. За 30 километров до финиша остановился до рассвета. Потому что ночью по этим колдоебинам ехать как-то нереально. Подожду и поеду дальше. Не могу сказать, что я поспал. отключал со временами. Сейчас около 4. Предлагаю оценить качество, точнее чистоту трансмиссии велосипеда. Обалдеть! Как вам фонарь задний. Это фонарь. Ну сумка тоже само собой. Вот так вот ребятки транс Украина. Небо сереет. Можно выезжать. Чтобы вы понимали по какой дороге я ехал. Дождь идет. Ночью этого вообще ничего не было видно. Что за грунт? Песок? Гравий? Непонятно. Ну тут по такой дороге. Обалденно. Ну тут по такой фигне. Полночи я ехал. Пытался успеть на поезд. Но да. Средняя 20 никак. не ну классно пацаны правда. Я чувствую почерк Йохана в появлении четвертого участка В2. В1 явно у стим решал. А вот В2 класс. Погнали. Ну шо ребятки. Вот и закончилось мое приключение. Стою под гарганами. Они открываются в 10. Последние конечно километры были капец. Я вчера выжигал на полную. Хотел успеть на поезд на час ночи. Но когда увидел что не успеваю пришлось ночевать на остановке на трассе. Поспать конечно не удалось. Ну ладно. То такое. Сейчас буду как-то мыться. Потому что поезд как-то до ЖД надо доехать. Ладно. Это было очень тяжело. Но тем не менее я смог. Всем пока. Всех до новых встреч.